Привет всем! Всем тем, у кого есть проблема тромботических осложнений, как, например, сибрилляция пресердий, приходится принимать антитромботические препараты. Ранее в этих целях использовался варфарин. Сегодня на смену пришли прямые пероральные препараты, такие как риороксабан, апиксабан и добегатран. И вот оказывается, что риороксабан в сравнении с апиксабаном и добегатраном характеризуется в два раза более высоким риском желудочно-кишечных кровотечений. В чем причина? Возможная причина, и на это специалисты обращают внимание, в том, что риороксабан принимается один раз в сутки, а апиксабан и добегатран в половинных дозах по отношению к нему, своих, понятное дело, два раза в сутки. Вот где, понимаешь, собака зарыта. И что же рекомендуют специалисты? А они рекомендуют, чтобы тем лицам, у которых имеет место высокий риск желудочно-кишечных кровотечений, назначали вместо риороксабана апиксабан и добегатран. Рекомендация правильная. Но почему бы тем, кто производит риороксабан, не подумать над тем, чтобы изучить возможность перехода на двухкратное в сутки применение препарата в суммарной дозе, которой он принимается сегодня один раз в сутки. В любом случае, всем, у которых возникает необходимость использовать прямые пиоральные антикулянные препараты, существует проблема выбора. И лежащие в ее основе моменты необходимо иметь в виду, чтобы избежать данных, названных мною осложнений. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok